Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Бог нам даровал такую возможность в конце рабочей недели, перед выходными, собраться в Доме Его, для того, чтобы послушать, что Господь хочет сказать в сердце каждому из нас. Хотелось бы предложить одно место еще написания для нашего рассуждения общей церковной молитвы. Будем читать из книги Матфея, из Евангелия Матфея, 12 главы. Когда Христос, Он исцелил одного человека, бесноватого человека, и потом, когда фарисеи, они услышали, что Он изгоняет бесов, и они говорят, что Он сделал это силой Велизеула, князя Бесовского. И вот Он дальше им говорит, что как может разделиться царство само в себе. И дальше прочитаем 36 стих и 37 стихи. Он говорит такие слова. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Слова. Что такое слово? Это наша жизнь. Кажется, живя на этой земле, мы говорим очень много слов. Знаете, я даже не помню статистика, сколько слов человек говорит в день. Я думаю, это тяжело сосчитать. Очень много мы с вами говорим. Говорим разного. Говорим хорошее. Бывает и не всегда хорошее, говорим. И Христос говорит, что за всякое праздное слово мы дадим ответ. Знаете, есть такая пословица. «Слово не воробей, вылететь не поймаешь». Действительно, наши слова, что мы с вами говорим, сколько мы с вами говорим. И сказанное нами слово, оно не вернется. Мы его не сможем поймать. Мы не сможем вернуть это слово обратно. Что мы сказали, то мы уже сказали. Уже слово улетело. Как часто в нашей жизни приходится жалеть о нами сказанными словами, которые слова мы сказали. Может, порой, встречаясь друг с другом, мы можем в беседе огорчить человека, сказать ему что-то больное для этого человека, обидеть его. Это все делается нашими словами. Увы, порой, наш язык, он работает на опережение, вперед наших мыслей. Не подумав, мы можем сказать какое-то слово, можем сказать какое-то выражение, которое ранит нашего ближнего. Все написание много говорит о нашем с вами языке, о нашей речи. В притчах мы можем много прочитать о того, когда Соломон говорит, что неразумный, да, что он разжигает ссору. Также апостол Яков, брат Иисуса Христа, он много сказал замечательных слов о нашем с вами языке. Давайте прочитаем послание Якова, 3 глава. Почти вся глава об этом говорит, если прочитаем со 2 стиха. Братья Иисуса, высветят послание Якова, 3 глава, со 2 стиха. Яков говорит, «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздывать все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормничий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, а как много вещей зажигает. Язык, огонь прекрасной неправды. Ибо язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнит смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза с моквой. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Иаков говорит, что животные, они покорены человеком, а вот язык никто не может укорить. Язык – это одно, чем, наверное, человек больше всего согрешает. Знаете, человек мыслями может согрешать, но он это согрешает против Бога. Но когда человек своими устами согрешает, он может это делать против другого человека, может огорчить другого человека. Иаков говорит, что это зло. Это то зло, которое укротить никто из людей не может. Только Бог может укротить. Знаете, Бог меняет человеком, Бог меняет грешное состояние человека. Человек был пьяницей, становится совсем другим человеком, не прикасается больше к алкоголю. Человек, который ведет такой образ жизни, его речь, его язык поменять может только Бог. Потому что никто из людей не может это сделать. Быв на работе, значит, часто сталкиваюсь с такими людьми, у которых грязная речь. Вроде разговариваешь с человеком один на один, вроде нормально он с тобой может разговаривать. Когда он начинает разговаривать с кем-то другим, знаете, аж охота уши закрыть, если бы можно было бы, или уйти в другое место. До того грязная речь, до того неприятно слушать этого человека. Каково в жизни нашей, когда мы, может быть, наедине, может быть, рядом с нами нету наших братьев, сестер, наших родных, а какова наша речь? Что мы говорим? Что слышат от нас окружающие люди? Думаем ли мы перед тем, как говорить что-то? Знаете, есть разные люди, есть люди, которые много любят говорить, о которых много говорят. Мы недавно отдыхали, были в одном месте, и с нами недалеко были люди. И одна женщина, знаете, она до того много разговаривала, она и с тем поговорит, уйдет, она и с тем поговорит. Она так много разговаривала, нам пришлось это двинуться в сторону. Человек много разговаривает, человек любит разговаривать. Есть люди, которые мало разговаривают, с которыми тоже тяжело общаться, потому что, ну, приходится человека вытягивать на разговор. Писание говорит, что многословие не миновать греха. Знаете, когда мы общаемся друг с другом, может быть, приходим к кому-то в гости или зовем кого-то к себе на чашку чая, о чем мы разговариваем? Какова наша речь? Может быть, мы, собравшись, люди обсудить кого-то, нашего брата или нашу сестру, или, может быть, кого-то из служителей или кого-то еще, какие-то новости, о ком-то мы услышали, что-то услышали. И мы собираемся и обсуждаем это, разговариваем об этом. А потом, уходя, мы просим друг друга прощения за то, что мы лишнего сказали, за то, что мы сказали то, что не нужно было, о ком-то, о чем-то. Допустим, у нас Господь и поможет нам, чтобы мы, собираясь друг с другом, мы могли разговаривать на одну тему. А тема вот она, Священное Писание. Чтобы нам не обсуждать кого-то, его поступки, его действия, а рассуждать о Слове Господнем. Знаете, я часто себя на мысли ловлю, когда мы собираемся с друзьями, и потом проходит время, и анализируешь. Вот мы собрались, провели мы два часа вместе. О чем мы разговаривали? О чем-то земном, о чем-то ненужном, о ком-то? Или мы поговорили о Священописании? А знаете, чаще всего бывает, что, или, правильно сказать, реже всего мы рассуждаем о Священописании. А часто мы рассуждаем о чем-то другом. Знаете, когда мы на работе находимся, в окружении, в школе, какова наша речь? Могут ли окружающие люди сказать, что вот это христианин, вот этот человек, он никогда лишнего не скажет. Он следит за своим языком, он перед тем, как что-то сказать, он обдумывает, у него нет сквернословия, у него нет нелужных слов. А Священное Писание нам об этом говорит. Апостол Павел к Ефесянам говорит, 4 глава, 29 стих, «Никакие гнилые слова, да не сходят из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот должна, какова быть наша речь, чтобы не ненужные слова у нас были, а доброе слово. Также в 5 главе, 4 стихом, «Также из сквернословия и пустословия, из михотворства, неприличны вам, опротив, а напротив, благодарения». Сквернословия, пустословия, смехотворства. Честно признаться, наверное, часто в жизни нашей бывает, что собравшись у нас больше происходит пустословия, чем мы рассуждаем о слове Господнем. Знаете, я думаю, когда Христос сказал, что за каждое праздное слово мы понесем ответ. Я думаю, наши слова, наша речь, это все-таки у Господа записывается, да, можно сказать, где-то. И Христос знает, когда мы, что мы говорим. И когда мы предстанем пред Ним, Он покажет нам, вот, ты говорил так и так, как об этом человеке или об этом человеке, чтобы нам не осудиться от слов наших, а чтобы нам оправдаться от слов наших. Знаете, один мальчик стоял сзади дома и смотрел, наблюдал за одним человеком. Этот человек был поп в одной церкви, поп. И он смотрел за ним, наблюдал, как тот чинил забор. Прошло некоторое время, и поп говорит, а что ты здесь стоишь, смотришь? Я говорю, смотрю, как вы работаете. Я смотрю, когда вы ударите себя по пальцу. Ну, зачем? Ну, вот, когда вы себя ударите, я хочу послушать, что вы скажете тогда. Знаете, люди наблюдают за нами. На работе или в школе, если знают, что мы христиане, они наблюдают за нами, за нашими действиями, за нашими поступками, за нашей речью. Знаете, у меня был на работе один такой случай. Что-то я работал, я не помню даже, что я сказал. А тот человек, что ты сказал? Я говорю, ну, ничего такого. А мне показалось, что ты, мать, сказал. Я говорю, нет, я так не говорю. Окей, окей, я знаю, что ты тогда не говоришь, но мне показалось, что ты так сказал. Я говорю, нет, может быть, ну, тебе послышалось. Я совсем другое слово сказал. Знаете, люди наблюдают за нами. Честно, перед Богом, я ничего плохого не сказал. Ему, может, что-то послышалось. Но факт тот, что люди и заплетают за нами, смотрят за нашей речью, за нашими словами. Как бы хотелось, чтобы мы перед тем, как сказать что-то, могли обдумывать, чтобы потом не сожалеть об этом, чтобы потом не звонить этому брату или не найти встречу с ним и просить у него прощения за сказанное нами слово. Вы знаете, у нас есть прекрасная возможность склониться перед Господом и попросить, чтобы Он дал нам силы, чтобы нам следить за Своими словами, следить за своей речью. Слониться перед Господом и попросить прощения за нами сказанные ненужные слова, за те слова, которые мы, может быть, обидели, огорчили брата нашего, огорчили Господа нашего нашими словами. Может быть, никто этого не слышал, а Он это знает, Он это слышал. И Ему это больно. Да высыпь нас, Господь, обдумывать слова наши, зная, что запразднуя Слово, мы понесем ответ перед Ним. Аминь. Склонимся к молитве.